Вознаменование. 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Парад победы! Субтитры создавал DimaTorzok Парад под государственный флаг Российской Федерации. Знамя победы! Смирно! Равнение налево! На главную площадь города Биробиджана вносят государственный флаг Российской Федерации и копию знамени победы. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, все участники знаменной группы награждены медалью Суворова. Командир знаменной группы, гвардии капитан Виталий Кузьмин. Государственный флаг Российской Федерации в руках старшего лейтенанта Сергея Савельева. В составе знаменной группы гвардии лейтенант Михаил Нисенгольц и гвардии лейтенант Сергей Шилов. Копию знамени победы несет старший лейтенант Константин Ладыко. Апистенты. Капитан Владимир Воробаев и младший лейтенант Дмитрий Белюгин. 1945 год навсегда останется в памяти народа годом победы над фашизмом. А флаг, воодруженный над поверженным речом. Вскор, этот штурмовой флаг, символ победы. Он трепетно передается из рук противников сыновьям, внукам и правнукам, наследникам их славных побед. Знамя победы. Государственная реликвия России. Официальный символ победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Копия знамени победы и государственный флаг Российской Федерации сегодня в надежных руках военнослужащих 41-й ракетной бригады и 107-й гвардейской ракетной Мозырской ордена Ленина Краснознаменной бригады. Официальный символ победы. ПОЛЬНЫЙ 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 ПАРАД ПОЛЬНЫЙ ПОЛЬНЫЙ ПАРАД ПОЛЬНЫЙ 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 ПАРАД ПОЛЬНЫЙ 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 ПАРАД Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи зенитчики! Здравия желаю, товарищ гвардий полковник! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи пограничники! Здравия желаю, товарищ гвардий полковник! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи зенитчики! Здравия желаю, товарищ гвардий полковник! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи гвардий полковник! Здравия желаю, товарищ гвардий полковник! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравия желаю, товарищ гвардий полковник! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравия желаю, товарищ гвардий полковник! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравия желаю, товарищ гвардий полковник! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Гвардии полковник Горшков! Ура! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сегодня мы вспоминаем тех, кто проявил невероятный героизм на полях сражений Тех, кто ковал великую победу в тылу Миллионы жизней, цена которой пришлось заплатить за мир, свободу и независимость Отечества В этот день мы особо остро ощущаем, в каком неоплатном долгу находимся перед поколением победителей С гордостью вспоминаем о бесценном вкладе в победу жителей еврейской автономной области Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже Против нашей Родины развязана война Защитники Отечества делают все, чтобы приблизить эту победу Войны отважно сражаются за нашу страну, за каждого из нас Уверенно дают отпор международному терроризму Восстанавливают мир и порядок на новых российских и сопредельных территориях Жертвуют собственной жизнью, с честью выполняя боевые задачи Бессмертен подвиг каждого, кто не вернулся из боя В народной памяти они всегда останутся рядом с теми, кто героически добывал победу на фронтах Великой Отечественной войны Предлагаю почтить память всех павших в борьбе с нацизмом минутой молчания Субтитры создавал DimaTorzok Нас объединяет наше общее устремление, память и надежды Наша ответственность за настоящее и будущее Мы знаем и твердо верим, что пока мы вместе, мы непобедимы Победа будет за нами С праздником вас! С Днем Победы! Временно исполняющий обязанности начальника территориального гарнизона Гвардии подполковник Горшков Юрий Владимирович Приказ министра обороны Российской Федерации Товарищи солдаты, сержанты, старшины, прапорщики и офицеры Дорогие ветераны Сегодня, 9 мая, наша страна отмечает всенародный праздник День Победы Это не просто историческая дата Она напоминание о цене, которую заплатил мир за свободу и независимость Предостережение новым поколениям о недопустимости повторения фатальных ошибок прошлого Тяжелым, безжалостным бременем Великая Отечественная война 1941-1945 годов легла на плечи нашего народа Каждая семья в России помнит и ценит своих героев Бойцов Красной Армии, партизан, тружеников тыла Всех, кто мужественно боролся за наше будущее Мы никогда не забудем их отваги, преданности Родине Достойно продолжают славные боевые традиции нынешние поколения воинов В ходе специальной военной операции Военнослужащие, добровольцы и граждане, призванные на военную службу по мобилизации Эффективно решают поставленные задачи С честью выполняют священный долг по защите национальных интересов государства Сражаются с последователями нацизма Уважаемые товарищи, поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких Всенародным праздником 9 мая Желаю доброго здоровья, счастья, больших свершений во имя нашей Родины, России Да здравствует 79-е годовщина Великой Победы Слава ветеранам-фронтовикам, слава народу-победителю Ура! Слава ветеранам-фронтовикам, слава народу-победителю Слава ветеранам-фронтовикам, слава народу-победителю Слава ветеранам-фронтовикам, слава народу-победителю Вольна! Парад! Смирно! Торжественному маршу! Воротно! На одного линейного дистанции Первая рота прямо, остальные направо Два! Равнение направо Шагам! Марш! Торжественное прохождение войск Возглавляет командующий парадом Гвардии подполковник Шишин Александр Сергеевич Мимо трибуны проходит знаменная группа Государственного флага Российской Федерации И Знамени Победы В параде принимает участие Сводный батальон 107-й Гвардейской Ракетной Мозырской Ордена Ленина Краснознаменной бригады В настоящее время командный состав Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты бригады С честью выполняют свой воинский долг Решая ответственные боевые задачи Специальной военной операции Торжественным маршем Проходят подразделения 41-й ракетной бригады Восточного военного округа Она сформирована на территории Еврейской автономной области В декабре 2023 года После прохождения переподготовки На полигоне Капустин-Яр Военнослужащие бригады Заступили на боевое дежурство По охране восточных рубежей Нашей Родины В составе парадного расчета Военнослужащие, награжденные Орденами Мужества И медалью Ордена за заслуги Перед Отечеством 1-й степени С мечами В параде принимает участие Парадный расчет 38-й Ордена Суворова Зенитной ракетной бригады С-300 В-4 За время выполнения задач Специальной военной операции За мужество и героизм Проявленные при выполнении Воинского долга Более 300 военнослужащих бригады Награждены государственными наградами Торжественным маршем Проходят пограничники Службы в городе Биробиджане Пятеро пограничников Биробиджанцев Удостоены высокого звания Героя Советского Союза Пограничник заставы Воскресеновка Петр Кагыкин 30 апреля 1945 года Поднял боевое знамя Над одним из куполов Рейхстага По площади проходит Строй регионального отделения Всероссийского детско-юношеского Военно-патриотического Общественного движения Юнармия Будущих защитников Отечества Организация создана По инициативе Министра обороны Российской Федерации При поддержке Президента России Мимо трибун идёт пара Парадный расчёт Управление внутренних дел России По еврейской автономной области Их основная задача Охрана общественного порядка И борьба с преступностью Во время Великой Отечественной войны Сотрудники органов внутренних дел Внесли свой вклад в победу Они входили в состав Партизанских отрядов Истребительных батальонов Диверсионно-разведывательных групп В парадном расчёте Чеканят шаг Учащиеся правоохранительных классов Восьмой Биробиджанской школы Сейчас в них обучаются Более 250 детей За время действия программы Уже около 80 выпускников Этой школы Поступили в высшие учебные заведения Системы Министерства внутренних дел России Мимо трибуны Проходит подразделение Управления Росгвардии По еврейской автономной области Личный состав готов к выполнению Служебно-боевых задач В любой точке нашей страны В составе парадного расчёта Маршируют военнослужащие Удостойные ордена мужества Георгиевского креста 4 степени Медалей Жукова, Суворова За спасение погибавших Мимо трибуны Проходят профильные классы Росгвардии Они организованы на базе Седьмой Биробиджанской школы И функционируют уже 4 года Уровень базовой подготовки Позволяет выпускникам уверенно поступать В военные образовательные учреждения нашей страны И становиться достойными защитниками Родины Торжественным маршем проходят сотрудники Управления Федеральной службы Исполнения наказаний По еврейской автономной области Во время Великой Отечественной войны Сотрудники уголовно-исполнительной системы Участвовали в формировании Истребительных батальонов На них возлагались задачи По дополнительной защите промышленных предприятий Железнодорожных сооружений Электростанций И других важных объектов От нападения диверсантов Именно солдаты 132-го отдельного конвойного батальона Оставили легендарную надпись На стенах Брестской крепости Умираю, но не сдаюсь В парадном расчете Чеканят шаг воспитанники Профильного класса Территориального управления ВСИН России Он открыт на базе Первой Биробиджанской гимназии Специальная программа направлена на формирование у подростков Традиционных для России ценностей Убеждений И мотивов служения Отечеству В параде Победы Принимают участие сотрудники Главного управления МЧС России По еврейской автономной области Спасатели неоднократно принимали участие В ликвидации чрезвычайных ситуаций Природного и техногенного характера На территории еврейской автономной области И за ее пределами За ними маршируют кадеты Школы юных пожарных спасателей Школа образована в 2008 году За эти годы ее окончили Более 500 спасателей 39 выпускников школы Сегодня служат в подразделениях МЧС России 11 курсанты ведомственных учебных заведений В параде Победы Принимает участие Среднеамурское окружное казачье общество Уссурийского казачьего войска Казаки оказывают содействие В охране государственной границы Повышают престиж военной службы Хранят исторические, культурные И духовные традиции казачества И передают их подрастающему поколению Во площади проходит Сводный кадетский расчет Свято-Никольского казачьего храма И Среднеамурского окружного казачьего общества Участники и победители казачьих игр Атаманец имени Атамана Локтева Активно развивают в регионе детско-молодежное движение Спас Под знаменем которого идет парадный расчет Изучая историю и традиции казачества Веру православную Казачье ремесло и военное искусство Казачата достойно продолжают дело предков Сохраняют и продолжают казачьи традиции Укрепляя и развивая еврейскую автономную область Казачья укрепляя и православная область Продолжение следует... Продолжение следует... На площадь входит колонна боевой техники, состоящей на вооружении воинских частей Биробиджанского гарнизона. Возглавляют механизированную колонны модернизированные автомобили Нива. Еврейская автономная область, первой в Дальневосточном федеральном округе, стала поставлять эти высокопроходимые машины в зону специальной военной операции. На фронт уже направлено более 30 автомобилей. Продолжение следует... По площади проходят грозные танки Т-80, правоприемники главного танка войны, легендарного Т-34. Танк Т-80 оснащен единой газотурбинной силовой установкой. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Предназначен для ведения боевых действий при непосредственном соприкосновении с противником, уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также для повышения активности и устойчивости обороны. Танк оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой, может вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами. Масса танка 42 тонны, максимальная скорость до 70 км в час. Экипаж 3 человека. На площади БМП-1. Советская гусеничная боевая машина пехоты. Первая в мире серийная плавающая боевая машина пехоты. Предназначена для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи. Обеспечивает мобильность, защищенность и поддержку огнем личного состава в ходе совместных с танками действий в бою. БМП-1 эффективно применяется при выполнении задач специальной военной операции. БМП-2. БМП-1. 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 По площади проходит противотанковый ракетный комплекс «Конкурс». Советский противотанковый ракетный комплекс установлен на базовом шасси бронированной разведывательно-дозорной машины. Был разработан в конструкторском бюро приборостроения города Тула. Предназначен для поражения танков, инженерных и фортификационных сооружений, а также для диверсионной деятельности разведывательных подразделений. Противотанковый ракетный комплекс «Конкурс» эффективно применяется при выполнении задач специальной военной операции. На марше «КамАЗ-5350» бронемашина. Мощность двигателя 300 лошадиных сил. Автомобиль способен развивать скорость до 95 км в час. Применение машин этого класса позволяет обеспечивать надежную защиту личного состава от стрелкового оружия и осколков снарядов крупнокалиберных артиллерийских систем. Перед трибунами транспортно-заряжающая машина. Российская тяжелая транспортно-заряжающая машина входит в состав ракетного комплекса «Искандер». Предназначена для транспортировки дополнительных двух ракет. Смонтирована на базе колесного шасси МЗКТ-7930 «Астролог», разработанного конструкторским бюро Минского завода колесных тягачей в 1992 году. Серийная модификация транспортно-заряжающей машины появилась в начале 2000-х годов. К трибунам приближаются специальные автомобили, состоящие на вооружении войск Национальной гвардии Российской Федерации. Они предназначены для транспортировки личного состава, а также используются для перевозки задержанных преступников. Бронированный автомобиль «Патруль» с дистанционным боевым модулем предназначен для сопровождения и охраны колонн, патрулирования местности и проведения разведывательных операций с обеспечением защиты экипажа и оборудования. За счет формы корпуса машина надежно защищена от подрыва снизу. Мотовездеходы предназначены для ведения дозорных и разведывательных действий, обеспечения маневренности огневой группы, для выполнения операций в различных климатических условиях, где нецелесообразно использовать тяжелую бронетехнику. Брониавтомобиль Брониавтомобиль КАМАЗ-43-269 Выстрел Мощность двигателя 240 лошадиных сил Выстрел способен развивать скорость до 90 км в час Применение боевой машины возможно в качестве штабного, патрульного, санитарного, пограничного или разведывательного автомобиля, а также мобильного, противотанкового или зенитного ракетного комплекса. К трибунам приближается специализированный транспорт, состоящий на вооружении органов внутренних дел. Вепрь и пикап позволяют оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Они используются для задержания преступников в труднодоступной, лесной или горной местности, а также для ведения наблюдательных и боевых действий в сложных условиях, в том числе для пресечения преступлений, планируемых вооруженными банформированиями. Для этого вепрь и пикап оборудованы креплениями для установки на них пулемета. На марше военная техника подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции. Сегодня указаны образцы и их бронированные модификации ЕСАУ. Выполняют задачи в составе группировок войск по борьбе с международным терроризмом, используя обогатевший опыт, полученный комендантскими подразделениями в Великой Отечественной войне. В торжественном блеске военных парадов и просто в строю, на плацу, Мы звуком оркестра военного рады, он всем ритуалом к лицу. Давай, дирижер, музыкантам командуй, пусть медь звонких труб запоет. Военная музыка, грусть и бравада нас к новым свершениям зовет. На площади сводный военный оркестр Биробиджанского гарнизона под управлением военного дирижера лейтенанта Никиты Дурнева. Завершает парад группа линейных. Правнуком героев Великой Отечественной войны, лучшим военнослужащим 107-й, гвардейской ракетной Мозырской ордена Ленина Краснознаменной бригады, награжденным государственным и ведомственными наградами, сегодня предоставлено почетное право отчеканить шаг в группе линейных. Крепко сжат в руках самозарядный карабин Симонова, первый образец которого был разработан еще в 1941 году. Сегодня это оружие используется как церемониальное. Праздничный флаг в небеса поднимая, входит на площадь 9 мая. Ратная доблесть наших полков не потускнеет во веки веков. Прадеды, деды, солдаты победы в бронзе отлиты, в песнях воспеты. Слава погибшим, слава живым, всем полководцам и всем рядовым. Парад победы завершен. Слава ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Ура! Да здравствует 79-я годовщина Великой Победы. Ура! Ура! Слава ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Сегодня только дедушку своего там все обормил, медали, все, всем разослал. Готовы? Готовы? Роб, отойдет. Распорт Павлович, несколько слов жителям Еврейской автономной области с этим священным праздником. В первую очередь хочу поздравить всех жителей Еврейской автономной области 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Хочу пожелать всего самого наилучшего. Сегодня, как никогда, радостно и в то же время больно осознавать в том, что 79 лет назад мы сломили хребет фашизму, а сегодня вновь он поднял голову и нашим воинам снова приходится наводить порядок. Мы победим, победа будет за нами. Всех с праздником и всего самого хорошего. Спасибо большое. С праздником. Так, микрофончик заберу. Все, спасибо. Мы сразу намного микрофона пишем. Держи. Смотрим на меня. Да, отлично. У меня галстук нормальный. Не, я веду здесь. Здесь? Не надо подтягивать. Поехали. Антон Федорович, ну, прежде всего, конечно же, этот священный праздник, он для каждого дорог по-своему. Что для вас значит День Победы? Для меня День Победы, пожалуй, самый священный и родной праздник в этой жизни. Моя мама прошла всю войну. И все эти годы я благодарен ей, всем, кто воевал, кто защищал нашу Родину за тот мир благополучия, который нам доставили. За эти условия, в которых мы живем и развиваемся. Не просто все в этой жизни было с 45-го года, но страна поднялась, страна развивается. Сегодня опять настали времена, когда надо бороться с нацизмом. И сегодня наши родные и близкие защищают на передней линии нашу Родину в специальной военной операции. Я уверен, мы победим. Я уверен, что Россия еще раз докажет, что она великая страна и победа будет за нами. Я хочу поздравить всех жителей еврейской автономной милосии с замечательным праздником. Пожелаю всем мира, добра, счастья, благополучия. С праздником, дорогие друзья, с 9 мая, с победой! Спасибо. С праздником вас! Субтитры создавал DimaTorzok Михаил Федорович, несколько слов поздравления, возможно, с этим великим праздником. Кого поздравить? Поздравить ветеранов, соотечественников, жителей еврейской автономной области. Ну что говорить-то? Поздравляйте. Да. Расскажите, что для вас значит День Победы? Для меня этот День Победы очень хороший, большой праздник. Я горжусь этим праздником за то, что меня тоже на этот праздник всегда вызывают, привозят. Я сижу, радуюсь на этом празднике. И сейчас я очень доволен. Спасибо всем, кто меня привозит и отвозит, и кто меня видит и слышит. Спасибо вам. С Днем Победы! 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 Продолжение следует...